В ближайшие несколько минут все то, что не озвучит пропаганда, и в чем никогда не признаются чиновники. Это Маланка региона и новости забытых нелегитимной властью уголков нашей страны. Здравствуйте. Национальный статистический комитет опубликовал свежие данные об экономическом развитии Гомельской области. Показатели большинства отраслей устремились в крутое пике. Начиная с марта, сразу после вторжения российских войск в Украину с территории Белоруссии и незамедлительно последовавших санкций со стороны стран Запада, воловой региональный продукт ушел в минус. И с каждым новым месяцем глубина падения продолжает увеличиваться. Причем такого падения экономики по итогам первых пяти месяцев не было даже в первый год пандемии COVID-19. Наибольший обвал наблюдается в строительстве, где размер добавленной стоимости по сравнению с прошлым годом уже к маю сократился почти на 14%. На 9% снизилось производство сельскохозяйственной продукции. Не останавливают в свое падение другие сферы, что говорит о погружении в системно-экономический кризис. Даже киновидеопрокат Гомельщины потерял около 70% выручки после ухода мировых компаний кинопроката. Тем не менее, можно не сомневаться, дно еще не достигнуто. Ведь в июне начали работать европейские экономические ограничения на договора по деревообработке и продукции металлургии. В Столинском районе вводится временный упрощенный пропуск жителей украинского приграничья на белорусскую территорию в республиканский ландшафтный заказник «Альманские болота». С 1 июля жители приграничья соседней страны, следующие пешком или на велосипедах, смогут беспрепятственно войти в Беларусь. Соответствующие пропуска всем желающим будут оформлять в трех местах упрощенного пропуска. В самом факте такого упрощенного входа на территорию другой страны для жителей приграничья нету. Но как быть с ограничениями на посещение лесов, которые действуют на территории четырех районов Полесья? Если выполнять все правила, установленные Минприроды, то теперь в регионе разрешают лишь собирать грибы-ягоды. Видимо, для этих целей пропуска украинцам и планируют выдавать. Параллельно стало известно, что Пинский райисполком запретил использовать маломерные суда у границы с Украиной. Плавать нельзя по рекам Припять-Стырь и Простырь. При этом запрет не распространяется на различные государственные структуры и силовиков. Очередной пример непредсказуемости белорусских чиновников. С одной стороны, они кричат про усиление границы и диверсионные группы. С другой, приглашают украинцев беспрепятственно пересекать границу и собирать грибы. На погранпереходе Варшавский мост в сторону Польши уже несколько суток сохраняются огромные очереди легковых автомобилей. По предварительной информации, затор произошел из-за платной очереди. Многие приезжали раньше незначенного времени, а те, кто приезжал вовремя, в итоге не могли проехать. В соцсетях появилось видео, как представитель погранперехода вышел к людям и сказал, что все машины будут пропущены. Но в следующий раз, если кто-то будет проезжать с нарушениями, то его привлекут к ответственности выставленные на ряды ГАИ. Тем не менее, многие автомобили стоят в очереди уже больше суток, причем затор продолжает расти. На сайте погранкомитетов скромно написано, что в пунктах пропуска Брест и Берестовица ждет пересечение границы более 200 машин. Насколько это много, можно только догадываться, ведь такая же цифра указывалась и в самом начале возникшего кризиса. Если у вас есть свежая информация о ситуации на белорусско-польской границе, пишите об этом в наш анонимный чат-бот или в комментариях к этому видео. В Новополоске обрушилась часть потолка бассейна Изумруд. По официальным данным, произошедшим виновата неработающая вентиляция. Произошло это еще в апреле, но население о причинах закрытия популярного объекта решили сообщить только сейчас. Оно и неудивительно, ведь всего 7 лет назад тут закончили ремонтные работы, основной целью которых была как раз замена крыши. Теперь Новополоск просит Витебский облсполком рассмотреть возможность дополнительного финансирования для ремонта здания. А это значит, что у города, в котором находится гигант белорусской нефтепереработки, в бюджете нет денег на ремонт небольшого здания. К слову, осыпание и обвалы становятся для Беларуси естественным явлением. Например, в Гродно на улице Василька прямо на головы пешеходам отваливается штукатурка, и происходит это уже давно продолжительное время. А в Пинске со зданием магазина прямо на крыльцо обрушился балкон. По счастливой случайности произошло это до открытия торговой точки в 7.30 утра, благодаря чему обошлось без пострадавших. Смотрите новости региона в социальных сетях YouTube Маланки. Каждый будний день подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте и не забывайте, что с нами можно делиться абсолютно любой информацией, которая вам показалась важной или интересной. Пишите об этом в наш анонимный чат-бот, адрес которого вы сейчас видите на своем экране. До встречи завтра и Жыве Беларусь! Субтитры сделал DimaTorzok